Но быт был абсолютно определенный. Все, что евреи из своих местечек могли перенести сюда, было перенесено. И религия, и соблюдение всех еврейских традиций, праздников и тому подобное. Но по субботам никто не работал, ясно и понятно. По пятницам варили и готовили на субботу, чтобы не разжигать печи и тому подобное. В случае надобности приглашали или немца, или представителя другой национальности, чтобы он зажег что-то. А так обычно свечки в пятницу зажигали и до утра, до воскресенья, до окончания, вернее, субботного дня свечи горели, чтобы их не трогали. Печи не зажигались. Но у нас-то проблемы не было, потому что дедушка такие печи строил, которые никто не мог строить. И если хорошо вытапливали печь в пятницу, то она и до конца субботы была горячая. Я от своих родителей не слышал, чтобы были разводы. Очень редкие случаи. Были случаи, когда выходили замуж за женщин, девушек не иудейского происхождения. Такое было. Или наоборот. Были, но это были отдельные случаи. А в основном только вот соблюдались все законы иудаизма. О том, чтобы самому зарезать курицы, и речи не было. Был так называемый резник шойхет. О том, чтобы зарезать теленка, овечку, корову, быка, тоже речи не было. Потому что был мясник, Кацев назывался, для обработки кошерного мяса. И между евреями существовал один принцип. Оказание всемирной помощи в случае беды, в случае катастрофы. Существовала такая касса взаимопомощи. И в случае пожара, в случае неурожая, в случае, а такие невзгоды бывали, оказывали помощь. Община оказывала помощь. Глава населенного пункта, еврейской семередельской колонии, во всех колониях так было, назывался на немецкий лад Шульц. Шульц. Шульц это был глава. Он избирался, назначался, разные времена были. Но при нем были помощники. И один из них рассыльный или посыльный, который, соответственно, все распоряжения Шульца доносил до сведения населения. Но в основном этот Шульц занимался законотворчеством, а главное, собирал налоги. Сидел за порядком. Хотя что-то случалось, то, соответственно, Равин и его приближенные, и, соответственно, там служители культа собирали, соблуждали, как поступить в таком-то случае, как решить эту проблему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова